Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И мы продолжаем с вами с фаворитами 2023 года версия бюджет. И это вторая часть видео, посвященная бюджетной косметике. Однако я хочу сделать маленькую оговорку, что некоторые бренды, которые я вам сегодня буду показывать, в принципе можно отнести к мидал маркету. Например, Art Deco и бренд Elf. Ну и частично некоторые продукты даже от L'Oreal уже можно относить к мидал маркету. Такая же ситуация будет в следующем видео, которое будет посвящено именно мидал маркету. Там тоже некоторые продукты на грани. То есть вроде как бы это уже не бюджет, но еще и нестабильный мидал маркет. И на этом мы с вами с маленьким лирическим отступлением заканчиваем и начинаем обсуждать фаворитов. И первые два продукта, которые я хочу вам сегодня показать, это разглаживающая база от брендов Art Deco и L'Oreal. У L'Oreal это новинка 23 года и в этой линейке вышло вроде бы три базы, одна из которых увлажняющая. Именно эта разглаживающая версия содержит в составе кислоты, поэтому это стоит учитывать, особенно летом. Хорошо разглаживает текстуру, не делает эффекта затирки для пор. То есть если у вас ярко выраженные поры и их нужно именно хорошо так стереть, то возможно вам эта база не подойдет. Тональная основа на ней держится хорошо, не скатывается и хорошо распределяется. Ко всему прочему она дает минимальную липкость, за счет чего тональная основа чуть дольше держится. Продукт от бренда Art Deco работает чуточку лучше с точки зрения разглаживания текстуры. Это уже больше похоже на затирку для пор. Хорошо распределяется, дает минимальную липкость. И если говорить про увлажнение, то именно увлажнение будет чуть больше у базы от бренда L'Oreal. Art Deco больше напоминает затирку все-таки для пор. И та, эта база хорошо распределяется. И если говорить про липкость для тональной основы, то у Art Deco липкость будет все-таки чуточку получше. И я напоминаю, что такие базы в большом количестве на лицо не наносятся, для того чтобы у вас не было эффекта катка на лице. Потому что если вы нанесете очень много, тональные основы не будут цепляться, будут просто скатываться и не будут держаться в течение дня. Переходим к тональным основам. И как-то так вышло, что все тона, которые я вам сейчас покажу, с подсвечивающим финишем. Только два тона можно использовать вместо подсвечивающей базы. И это в первую очередь продукт, который вы уже видели у меня в Project Penny в пустышках. Это подсвечивающий тон базы от бренда L'Oreal, который называется Perfector 4 в 1. Мне очень нравится этот продукт. Он классно распределяется. Он не сушит кожу. Он сам по себе очень увлажняющий. Единственный нюанс это то, что здесь практически нет покрытия. То есть если у вас идеальная кожа, вы можете нанести эту базу тон в чистом виде и так пойти. Но если вам нужно что-то перекрыть, этого будет недостаточно, при том совсем. Либо же можно теоретически пройтись консейером изначально, а потом нанести этот тон. И тогда будет классный эффект. Из нюансиков не очень удобная упаковка. Потому что, во-первых, здесь 20 мл продукта. Во-вторых, вот эта вот ерундистика кушает большую часть продукта. И вы частично просто выкидываете все. И если вы ее уберете, то под давлением, когда вы начинаете выкручивать тон, вы не сможете угадать момент, когда стоит прекратить выкручивать. И он будет все время выходить, выходить. И ничего его не будет сдерживать. И по итогу у вас просто будет полностью заляпанная упаковка. Сам по себе продукт очень классный. Эффект подсвечивания у него не такой интенсивный, как, например, у схожего продукта от бренда Эльф. Но, тем не менее, очень даже неплохо. Мне понравилось. Но я хочу, чтобы они поменяли упаковку. Бренд Эльф и звезда 23-го года от этого бренда. Что-то вроде аналога на Шарлотте Тилбери. Во всяком случае, многие сравнивают. У меня Шарлотты нету, поэтому я понятия не имею, насколько это аналог. Так, классная текстура, хорошо распределяется, классно тушуется. На удивление, здесь покрытие чуть выше легкого. То есть, если сравнить вот эти вот два продукта, то Эльф можно носить в чистом виде. И он даже частично что-то перекроет. Мебелин практически ничего, но у них разная текстура. У Эльф продукт чуть более водянистый и чуть меньше увлажняет. В то время, как у Мебелина продукт чуть больше похож на нечто кремообразное. И чуть больше дает увлажнение. По интенсивности сияния. У Эльф сияния будет выше, чем у Мебелин. Схожий продукт также вышел у бренда Катрис. И если сравнивать по свечению, то Эльф будет ярче и чуть-чуть более пигментированный. Но в принципе, на мой взгляд, это относительно взаимозаменяемые продукты. И плюс Эльф тяжело достать, а Катрис вообще в принципе без проблем. И у Катрис больше оттенков. То есть, тут уже выбор за вами. Что вам понравится больше. И то, и то прекрасно и хорошо. Очень сильно нравится. Бренд Эльф молодцы. И кстати, будет еще несколько продуктов от этого бренда. И еще одна подсвечивающая тональная основа. И на этот раз действительно тональная основа с покрытием. От бренда Мебелин. Это новинка 23 года. И когда продукт вышел, его сразу же все начали сравнивать с тональной основой от Лореаль. И они действительно между собой очень сильно похожи. Оба классно распределяются. Хорошо тушуются. Эта разница заключается лишь в том, что немного отличается степень покрытия. И немного отличается уровень сияния. Но говоря про покрытие, это настолько несущественно, что можно один продукт чуть поднаслоить. И в принципе, они будут выглядеть плюс-минус одинаково. По сиянию Мебелин будет чуть более интенсивный тон. Но в принципе, это тоже можно исправить, взяв какую-нибудь подсвечивающую базу и снивелировав это немножко. По эффекту на лице они ведут себя точно так же. Это тональная основа, в составе которых есть спирт. Поэтому если у вас обезвоженная кожа или же очень сухая, и вы предпочитаете избегать спирт в составе, то этот тон вам не подойдет. И еще разница также заключается немножко в оттенках. Она не очень сильная, но все-таки она присутствует. Поэтому можно в принципе подобрать идеальный цвет под себя. Мне очень сильно понравилось, покрытие здесь среднее. Несмотря на то, что это тон водичка, можно немножко поднаслоить и добиться покрытия чуть выше среднего. Тон полностью фиксируется и в течение дня он у вас уползать никуда не будет. Но будут проблемы именно с обезвоженной кожей, потому что это тон водичка. Ваша кожа выпьет воду и вам будет просто недостаточно увлажнения. Хорошо распределяется, классно тушуется. Может немножко подчеркивать шелушение со временем, но это тоже очень сильно зависит от типа и состояния кожи. Мне понравилось. И сюрприз-сюрприз, последняя тональная основа, она с вами тоже будет с эффектом подсвечивания. Это бренд Payzee и это Long Cover Fluid. Мне очень сильно понравился этот тон. Он классно распределяется, отлично тушуется, сливается с кожей. Ничего особо сильно не подчеркивает. Если вот лореаль, когда высыхает, может вычеркнуть шелушение, то Payzee так себя не ведет и чуть меньше, чуть деликатнее относится именно к сухой или же склонной к сухости кожи и в частности к шелушению. Можно также его немножко поднаслоить. Он сам по себе фиксируется, то есть со временем он у вас плыть не будет. Подойдет на нормальную комби, склонную к сухости, на сухую кожу. В принципе можно попробовать на обезвоженную. Так как это не тон водичка, ваша кожа с ним должна теоретически подружиться. Но тут нужно смотреть, насколько сильно у вас кожа, конечно же, обезвожена. Здесь написано, что покрытие здесь полное. Ну нет, оно скорее стабильное среднее и чуть выше среднего. Но его можно хорошо поднаслоить. Имейте в виду, что тон может слегка окисляться, поэтому делайте поправку на оттенок. Окисляется он приблизительно на полтона. Это не так существенно и не так критично, как у моего любимого бренда Lancome. Но тем не менее, этот момент все-таки стоит учитывать. И также имейте в виду, что здесь очень такой странный дозатор. Как такового, короче говоря, дозатора здесь нету. И продукт нужно обязательно будет переносить. Переходим к консилерам. И тут будет два классных консилера. Звезда, мне кажется, всех визажистов. Это консилер от бренда ADESA M. Я его попробовала в 2023 году. И я понимаю, почему все по нему сходят с ума. Во-первых, это очень пластичный консилер, который классно тушуется, классно распределяется. И не должен сушить зону под глазами, несмотря на то, что консилер сам по себе еще и фиксируется. Покрытие у него достаточно высокое. Выше среднего, но в принципе можно донаслоить до полного. Из нюансов. Здесь не очень много продуктов внутри, но с другой стороны вы его сможете закончить. Но если вы визажист, конечно, вам нужно будет постоянно его перепокупать. Очень хороший базовый консилер. Даст фору некоторым консилерам, которые стоят в разы дороже. Еще один классный консилер от бренда Rimmel. Это подсвечивающий консилер с достаточно высокой степенью покрытия, который не сушит зону под глазами и классно распределяется и тушуется. Вообще удивительно то, что это продукт со светоотражением, и у него такая высокая степень покрытия. Это бывает редко. Он сам по себе достаточно пластичный, но его лучше всего будет еще дополнительно закреплять, потому что он не настолько сильно фиксируется, как хотелось бы. Но с другой стороны он из-за этого и не сушит зону вокруг глаз. И переходим с вами к кремовой коррекции. Начнем мы с бренда P.E.Z. И это бронзер. Во всяком случае так написано. Но я бы сказала, что это оттенок больше скульптора. У меня номер 01. Классно тушуется, классно распределяется. Продукт находится в стекле. Это не самая жирная текстура бронзера или же скульптора. То есть если у вас кожа склонная к жирности или же комбинированная, то немного он у вас продерживается на лице. Ваша кожа быстро его не съест. Но тем не менее в вашем случае лучше будет под закрепить во избежание проблем. Хорошо тушуется. Его также можно немножко поднаслоить. Пигментация у него стабильная средняя. Этот оттенок больше все-таки похож на нейтральный скульптор. Он сам по себе серовато-розовато-коричневый. И великолепен в этом плане. Можно использовать в качестве скульптора и на холодный потон, и на теплый потон, и на нейтральный. Не подойдет только на белоснежку, потому что фиолетового оттенка в бронзере, в скульпторе этом нет. Продукт от бренда эльф. И я хочу вам показать и хайлайтер, и бронзер, и румяна из этой линейки. Румяна я, к сожалению, не нашла. У меня бронзер в оттенке light-medium, но там есть светлый оттенок, который можно, в принципе, использовать вместо скульптора. Отличный продукт. Классно тушуется. Пигментация достаточно высокая. Поэтому аккуратно, когда распределяете, сам по себе продукт немножко фиксируется. Это не очень жирная текстура, поэтому тоже можно попробовать на кожу, склонную к жирности. Но лучше всего будет дополнительно пот закрепить. Что мне не нравится, единственное, что мне не нравится, это то, что крышка не закручивается. То есть в большинстве случаев сейчас стараются выпускать такие продукты с закручивающейся крышечкой, а здесь такого нет. И по итогу продукт может сам по себе немножко там доставаться, выходить, и вот все будет у вас заляпано. То есть минус здесь все-таки присутствует. Очень бы хотелось, чтобы они заменили именно упаковку. Оттенок бронзера очень красивый, правильный. Он не сильно красный, не сильно оранжевый. Он скорее больше уходит в нечто нейтральное. И также я вам хочу показать скульптор плюс хайлайтер от бренда NYX. Мне здесь больше нравится именно скульптор. Нежели хайлайтер. Вышел продукт в нескольких оттенках. То есть можно взять именно скульптор, а можно взять бронзер. У меня оттенок больше уходящий в бронзер скорее, нежели в скульптор. Хорошо тушуется, отлично распределяется. Схожий продукт можно вообще-то взять у Catrice. Только там будет хайлайтер гораздо хуже, чем у стика от бренда NYX. И текстура бронзера там будет не такая мягкая, как у стика от NYX. У них также вышли румяна. И давайте сразу же про них с вами поговорим. И суть в том, что в этом стике два оттенка румян. То есть можно выбрать румяна, которые интересуют вас больше всего. Классно тушуются тоже, классно распределяются. Это восковый продукт, но он не очень жирный. Поэтому сам по себе он должен хорошо держаться. Не только на очень сухой коже, но и также и на нормальной, и на склонной к жирности. На жирную кожу я вообще не советую использовать кремовые продукты. Только будет исключение в случае, если продукт сам по себе тинтует. Тогда в принципе можно попробовать. Но в любом случае там нужно будет проходиться пудрой и закреплять. По формуле они между собой очень сильно похожи. Хайлайтер здесь мне не очень нравится. Потому что он тоже немножко суховат. Но он да, лучше, чем у Catrice. И в пигментации, вернее свечение у него скорее натуральненькое. Очень деликатное. И если вы любите что-то поярче, вам определенно не понравится хайлайтер. Продолжаем с кремовыми румянами. И конечно же я вам покажу продукт от бренда Payser. Здесь точно такая же текстура, как у бронзера и у скульптора. И в принципе они отличаются между собой только оттенком. Ко всему прочему здесь у нас с вами стекло. Хорошо распределяется, классно тушуется. Нежирная текстура, пигментация чуть выше среднего. Поэтому аккуратно, когда будете распределять, чтобы просто банально не переборщить. Очень хороший продукт. Насколько я знаю, в этой линейке также есть хайлайтеры. Но я их не пробовала. И если там точно такая же текстура, то мне кажется, что он будет сам по себе такой достаточно деликатненький. Еще один классный продукт от бренда Lottie London. Если вы хотели попробовать черную румяна, которая реагирует на PH вашей кожи и которая нормально работает, то это будет Lottie London. Пигментация здесь достаточно высокая. Она выше среднего. Продукт хорошо распределяется, отлично тушуется. И это румяна, которые тинтуют. То есть в принципе их можно попробовать на кожу склонную. Не просто склонную к жирности, а на жирную. Сам пигмент, вернее сама жирненькая текстура, она действительно жирненькая, у вас сойдет. Но хотя бы тинт останется со временем. И в принципе особых каких-то нюансов нет. Мы с вами не так давно пробовали схожий продукт от бренда Essence. И это просто небо и земля. Lottie London хоть что-то делает. Вы видите пигмент. Он классно в принципе тушуется. И вы видите оттенок. А Essence растворяет тональную основу, пятнит и даже цвета не видно. Этот продукт от Lottie London в принципе не растворяет тон. Но важно наносить именно прихлапывающими движениями. В принципе мне очень даже понравилось. Румяна Super Shock от бренда Colourpop. Здесь также должен был бы быть бронзер, если бы я его не закончила в 2023 году. Мне нравится и бронзер, и румяна. Интересная текстура. Это скорее cream to powder. Изначально вы наносите и кажется, что продукт очень кремовый, очень влажный. А на лице он выглядит больше как сухой продукт. Но при этом вы понимаете, что это не сухой продукт. Акак он слишком классно стушевывается с тональной основой. И не выглядит сухо на лице. Хорошо тушуется, классно распределяется. Единственный нюанс это то, что здесь пигментация достаточно легкая. И нужно будет продукт поднаслаивать. Особенно бронзера это касается. Очень классный оттенок. У меня Between the Sheets. Великолепно. Очень нравится текстура. Также обожаю хайлайтеры Super Shock. Они великолепны. Великолепны. И мне кажется, что это, наверное, самые интенсивные кремовые хайлайтеры. Потому что чаще всего, когда вы берете кремовые хайлайтеры, они либо очень деликатные, либо средние по свечению. Но таких вот, чтобы нанес и сразу было ярко, нет. Скорее нет. Но Super Shock от Cover Pop это будет исключением. Еще одни румяна. На этот раз от бренда Influence Beauty у меня под номером 03. Очень классные восковые румяна. Это не крем, это скорее воск. И если сравнивать, например, Maybelline. Ой, какой Maybelline? Influence Beauty и NYX. То у NYX текстура будет потверже. И за счет этого они будут с другой стороны лучше держаться. А у Influence текстура будет чуточку пожирнее. И будет хуже держаться на коже, склонной к жирности. Но сами по себе они неплохие. Пигментация у них выше среднего. Хорошо тушуются, классно распределяются. Идеально сливаются с тональной основой. Их даже еще можно повыше поднаслоить. И тогда у вас будет морфуша. Поэтому аккуратно. Оттенок сам по себе очень красивый и интересный. Хайлайтеры жидкие. Будет два продукта. Опять-таки бренд Elf. И да, у меня также есть румяна жидкие от бренда Elf. Но я их почему-то не нашла. Они по текстуре практически не отличаются от бронзера. Про который мы уже с вами поговорили. Классные оттенки. Хорошо тушуются. Но с упаковкой тоже есть проблема. И точно такая же проблема у хайлайтера. Хайлайтера сам по себе ничего. Но он не супер яркий и интенсивный. Он ближе все-таки к деликатному. Но если вы хотите нанести поярче. То во-первых удалите вот эту вот ерунду. Чем я займусь после этого видео. Потому что этот спонж съедает очень много продукта. И как будто бы частично продукт застает спонжи и не идет. И из-за этого кажется, что хайлайтер какой-то не очень яркий. Хотя сам по себе он между средним и между легким. То есть что-то среднее, короче говоря. Хайлайтер не разъедает тональную основу. Держится в течение дня хорошо. Мне понравилось. И еще один хайлайтер. Но тут уже будет свечение поярче. От бренда Lottie London. Классно распределяется. Отлично вливается в текстуру кожи. Чем-то похож на схожие хайлайтеры. Из рождественской лимитки от Catrice. По свечению и по текстуре. Классно тушуются. Вообще отличные хайлайтеры. Мне только кажется, что здесь китайское производство. Так и есть. В то время как у Catrice было польское производство. Обратите внимание на эти хайлайтеры. Да в принципе у бренда Lottie London есть классные продукты. И я вам еще чуть попозже покажу очень крутую однушку металлизированную. Очень сильно понравилось. И ко всему прочему здесь нормальная упаковка, которая закручивается. Ура, ура, ура. Жюлю конечно же удаляем. Потому что она съедает очень много продуктов. Это во-первых. А во-вторых гиги и она. Не забываем про это. И теперь переходим с вами к пудрам. Не могу сказать, что их будет очень много. Но тем не менее. Бренд Paysom. И две пудры. Одна для зоны вокруг глаз. Вторая для лица просто. Для лица это бестальковая пудра. Насколько я помню. А для зоны вокруг глаз она сталька. Они очень похожи на лица. Но у них абсолютно разная текстура. Это белые пудры. Поэтому пожалуйста аккуратно когда наносите. Они могут немного выпиливать. Особенно аккуратно в случае вспышки, видеосвета и большого количества освещения. Иначе будут бликовать и давать белый эффект. Чего не хотелось бы. Поэтому наносите очень-очень тонким слоем. Либо же в случае, если вы планируете идти куда-то, где будет большое количество освещения. То поменяйте пудру. Просто на всякий случай. Хорошо распределяются. Они очень тонкие. Их не видно на лице. Они не подчеркивают шургушение. Не подчеркивают текстуру. Не заваливают тональные основы в поры. Они просто прекрасны. И сами по себе они не сушат в течение дня. Очень приятные тоненькие пудры. И кстати они польского производства. Звезда ютуба, тиктока, инстаграма. Это пудра от бренда RCMA Makeup. И я попробовала ее только в 2023 году. И я прекрасно теперь понимаю, почему по ней все сходят с ума. Она прекрасная. Для своих денег и для своего объема. Здесь практически 100 грамм продукта. Или около того. В общем вам этой пудры хватит надолго. 85 грамм продукта. Она хорошо распределяется. Она достаточно тонкая. Ее практически не видно на лице. И она хорошо подблюривает поры. Но со временем, в течение дня и в случае очень сухой кожи, она может все-таки немножко подсушить. Если ее сравнивать с ПСН, то в ПСН все-таки помол и текстура будет потоньше. И в принципе видно и понятно, почему ПСН стоит дороже. Ну и плюс состав. Здесь в составе всего лишь микоталик и примеси. Из-за того, что здесь есть примеси, и про это здесь сразу же написано аккуратно, если у вас есть реакция на талик. Потому что здесь скорее всего не самый высококачественный талик. Именно поэтому на него могут быть реакции. В принципе для своего объема это прекрасная пудра. И особенно если вы наносите очень много пудры, то вам она определенно понравится, особенно по количеству объема. И еще одна очень даже неплохая пудра, которая меня удивила от бренда Rimmel. Я изначально думала, что она такая слегка тяжеловатенькая и будет заметна на лице, и будет подчеркивать текстуру. Но нет, она хорошо распределяется. Она очень тоненькая и она как будто бы слегка даже влажная. Классно распределяется, не подчеркивает поры, не заваливает тональные основы в поры. Кстати RCMA, PSE тоже не заваливает, с ними все хорошо. Хотя RCMA может в зависимости от тональной основы и в зависимости от того, сколько конкретно пудры вы будете наносить. Хорошо еще дополнительно подблюривает поры и не сушит кожу. Очень даже неплохо. И переходим к сухой коррекции. Здесь будет не очень много продуктов. В первую очередь это румяна от бренда Art Deco. Однушка. Они меня очень сильно удивили и они прекрасны. Они очень мелкие по помолу и это румяна со светоотражением. Чем-то похоже по эффекту на NARS действительно. И самое что смешное, мне кажется, что у Art Deco помол будет поменьше, чем у NARS. Хорошо тушуется, отлично распределяется. Пигментация такая между легкой и средней. Если вы хотите поярче, легко вы сможете наслоить. Если вы любите поделикатнее, берите кисточку, которая набирает чуть меньше. И у вас будет супер деликатный эффект с сиянием. Очень хорошая пудра, ой, не пудра, а румяная. И ко всему прочему не подчеркивает текстуру. Очень-очень сильно понравились хайлайтеры. Итак, звезда это Revolution. И мне очень нравится этот хайлайтер. Он восхитительный у меня в оттенке Just My Type. Не зря это звезда бренда Revolution. Это интенсивный яркий хайлайтер, который стоит недорого. Он не подчеркивает текстуру. Он классно распределяется. И он без базы. Единственное, что здесь бесит, простите, но как есть, эта упаковка быстро разломается, к сожалению. Но сам продукт внутри это просто великолепие. И еще моя любимейшая звезда, это, конечно же, Colourpop. И суть в том, что вроде как бы это хайлайтер сухой. Но когда вы его трогаете, он напоминает крем. То есть это что-то вроде прессованного крема. Классно тушуется, отлично распределяется. Это очень интенсивный хайлайтер. И из-за того, что это полукремовая такая текстура, он не подчеркивает текстуру вашей кожи и не будет ничего подсушивать. Если у вас есть какие-то шелушения в этой зоне, он их тоже не должен подчеркивать. Очень здорово. Оттенок, конечно, сомнительный для некоторых, потому что он золотой. Но он мне подходит, поэтому я не жалуюсь. Очень красивый цвет. И меня здесь просто убила наповал текстура. Она восхитительная и великолепная. Вот что-что, а Colourpop иногда очень сильно удивляет своими текстурами. Я проворонила один продукт из раздела «Кремовые коррекции». Это палетка румян и хайлайтера от бренда Rival Love Zmi. И она просто прекрасна. Здесь очень красивые оттенки румян. Они сильно пигментированы. Они классно тушуются и отлично распределяются. Но это полувосковая текстура, достаточно жирненькая, поэтому их обязательно нужно будет закреплять. Очень сильно удивили. Из нюансов. Это упаковка, потому что как только вы набираете продукт, у вас упаковка просто вся заляванная. Я, честно, пыталась ее отмыть для того, чтобы отснять нормально с вотча, но идеально ее отмыть не получилось. То есть хайлайтер здесь тоже неплохой. Он такой слегка жирненький, хорошо распределяется, отлично тушуется. Очень даже толковая палетка с учетом того, что она стоит где-то евро 3-3,5. Ну максимум 4. И здесь у вас сразу же 4 оттенка румян и хайлайтер в передаче. И теперь переходим с вами к бровям. И будет только один карандаш, который я вам покажу. Это бренд Maybelline. Это прекрасный карандаш для бровей. Здесь с одной стороны есть у нас с вами щеточка. А с другой стороны очень тоненький, красивый карандашик, который не сильно мягкий, не сильно твердый. Отлично переносится, отлично рисует и не убегает у вас в течение дня никуда. Я обожаю карандаши Maybelline. Они великолепны. Обратите внимание, если еще не пробовали, у меня оттенок, конечно же, блонд, я думала, нет, оттенок taupe, потому что блонд, по-моему, там нету. И это не классический оттенок taupe, как принято это считать. Это больше тапы, уходящие в блондин. То есть это не супер серый карандаш. Он чуть сложнее, чем просто серый. Очень сильно нравится. И еще один продукт от Maybelline, раз уже начали с Maybelline, это фиксатор для бровей оттеночный. И его можно использовать просто как тинт для бровей, потому что он прекрасен. Сильно, ну ладно, вру, про сильно пигментированный. Пигментация здесь скорее средняя, хорошо распределяется. И щеточка здесь очень даже неплохая, если вы хотите использовать продукт именно как фиксатор. Как фиксатор он тоже хорошо работает. Но мне нравится больше использовать как тинт. Очень красивый оттенок. Вот прям безумно красивый цвет. Сейчас скажу номер. Или же не скажу. Или же не скажу, потому что он здесь не прописан. Возможно, здесь была наклейка, но она уже куда-то убежала. Еще один неплохой оттеночный фиксатор от бренда NYX. Это клей для бровей от NYX. Но уже оттеночный. По-моему, это выпуск конца 22-го или же начала 23-го года. Хорошо распределяется. Отлично держит брови. Особенно в случае, если у вас жесткие брови, которых много, то вам такие продукты это must have. Потому что это единственное, что их действительно будет держать. Но так как это клей для бровей, продукт такой очень липкий. И не всем понравится именно текстура. Но мне очень сильно нравится. Оттенок красивый, правильный. Это оттенок таукаменя. Щеточка здесь маленькая. И за счет этого продукт хорошо распределяется. Очень сильно понравилось. И еще один клей для бровей. Сразу же не отходя от кассы. От бренда Revolution. Это очень бюджетный клей для бровей. Который стоит дешевле, чем NYX. Но он также классно работает. Только дайте ему время чуть-чуть подсхватиться. Если у вас тоже много волосков. Они жесткие. То продукт будет их держать. Но консистенция очень похожа на NYX. То есть, возможно, вам не понравится. То есть, это уже момент на любителя. Если вы любите чуть более текстуры, которые, вернее, полностью фиксируются. То вот вам неплохой фиксатор от бренда T.B.Z. Кстати, этот продукт, который мы с вами находили в адвент... Нет, не в адвент календаре. В бьюти боксе. И он мне понравился. Revolution на 100% и NYX не фиксируется. То есть, это продукт, который вроде как бы может быть подвижен. Но нет. Волоски у вас держатся хорошо. Просто когда вы будете трогать волоски, будет ощущение липости. А вот гели для бровей, они полностью фиксируются. И нет ощущения липкости. Хорошо распределяется. Неплохо держат брови. И здесь маленькая, удобная щёточка, которая классно распределяет продукт. Переходим к глазам. И начнем, пожалуй, с вами с бренда NYX. Хочу вам показать два продукта. В первую очередь, это жидкие тени. Они бомбические от бренда NYX. Это выпуск конца 2022 года. Начало 2023. И сейчас они постоянно выполняют линейку новыми оттенками. У них есть цветные тени. У них есть чуть более нейтральные оттенки. У меня оттенок, который называется личи. И кажется, что это нейтральный такой оттенок на каждый день. Но нет. Не всё так просто. Здесь есть дополнительные блёсточки голубого оттенка. И они заметны на подвижном веке. И оттенок как будто бы немножко дуохромит. Это хорошие жидкие тени, которые хорошо застывают. Которые не трескаются у вас со временем. И которые хорошо еще держатся в течение дня. То есть у меня они без закрепления в принципе держатся. И особо не трескаются и не блекнут. Очень сильно понравилось. И я бы, наверное, прикупила еще несколько оттенков. После того, как закончу все белорусские. То обязательно что-нибудь еще прикуплю. Очень-очень сильно нравится. И это не совсем тени. Это матовый тинт для тела. Который полностью не фиксируется от бренда NYX. Скажем так, что-то вроде грима. Ну не совсем это грим. Это body paint. В общем, это сильно пигментированный продукт. Который можно отлично подмешивать в ваши матовые тени. Для того, чтобы, во-первых, изменить оттенок. А во-вторых, немножко поменять текстуру. Продукт полностью не фиксируется. Его обязательно нужно чем-то фиксировать. И это хороший способ научиться рисовать стрелки. Потому что это сильно пигментированные тени. Которые очень податливые. Которые очень легко тянутся. Они не застрьют, когда вы начинаете рисовать по участкам. Где у вас есть какие-то морщинки. Или же какие-то складочки. Восхитительно. Очень сильно нравится. Хотела бы, чтобы хотя бы минимально фиксировались. Но нет. Но, с другой стороны, я с ними уже сработалась. И приналовщилась. Очень сильно нравится. Если будете использовать для того, чтобы рисовать стрелки. Обязательно нужно будет проходиться поверх черными тенями. И фиксировать. Но весьма и весьма хорошо. Теперь переходим с вами к теням карандаша. И начнем. Давайте начнем с чего-то подороже. Это бренд Maybelline. В 2023 году у них вышли обалденные стики. Кремовые стики. Они полностью фиксируются. То есть вы наносите продукт на подвижное веко. И продукт полностью застывает. И это очень устойчивые стики. Которые со временем особо не скатываются. На мне в чистом виде они не скатываются. Что очень удивительно. И я этому рада. То есть от механических движений. От механического трения ничего не происходит. Вышло. Я даже не знаю сколько оттенков. Мне кажется, что там вышли несколько матовых версий. И несколько сатиновых версий. У меня более такой носибельный ежедневный оттеночек. Под номером 20. Это что-то вроде розового золота. И ко всему прочему здесь также есть дополнительные золотистые и розоватые блесточки. Очень круто. Бренд Maybelline молодцы. И они поняли тенденцию и фишку. И сейчас если посмотреть англоговорящий ютюб. Многие начали использовать эти тени в стике как подложку. Как базу под макияж. Еще неплохие. Ладно, тут все неплохое. Это же фавориты. В общем, кремовые тени в стике от бренда Trendetap. У меня самый светлый оттенок. И это неплохие базовые кремовые тени в стике. Они фиксируются. По пигментации нужно будет выбирать оттенок. Потому что там есть оттенки, которые слабоватые. Есть оттенки нормальные. У меня просто ежедневный оттенок. Оттенок шампанского на подвижное веко. Самое оно. И эти тени в стике достаточно устойчивы. И их можно в принципе тоже использовать как подложку под макияж. Тушуются они великолепно. Обратите внимание. Только не обращайте внимания на синий оттенок. Он там совсем ближайший. Никакущий. Ревала в змеи. И это просто обалдеть. Это тени, карандаш, которые очень сильно похожи на Шарлот и Тилбери. Более того, это один и тот же завод. Это не одна и та же формула. Нет. Не один и тот же оттенок. Нет. Но это очень сильно похоже. И карандаш этот стоит по-моему 2 или 3 евро. Великолепно. Сильно пигментированные тени в стике, которые классно тушуются, отлично распределяются. Не подчеркивает текстуру подвижного века. И у меня очень классный оттенок. Я рада, что я взяла именно этот цвет. И если честно, я подумала, что надо было взять еще парочку оттенков. Всего вроде бы 4 или 5 цветов доступно. И не всегда, к сожалению, есть тестера. В общем, у меня оттенок под номером 02. Они безумно сильно похожи на Шарлоту. Вот прям безумно сильно. И последний карандаш тени от бренда Essence. Это новинка 2023 года. Я советую вам обратить внимание не на зеленый оттенок, который у меня, а на золотой и коричневый. Это будут максимально носибельные оттенки и сильно пигментированные. Потому что зеленый оттенок уходит в какой-то слегка серый, как при тушевке. И плюс по пигментации он средний, даже чуть ниже. Они хорошо тушуются, они классно наслаиваются. И они сами по себе еще и фиксируются. И в принципе, в самостоятельном виде их можно спокойно использовать. Однушки теней. Их будет в этот раз не очень много. И начнем мы с вами с бренда Lottie London. И это металлизированная однушка теней. Они по текстуре немножко своеобразные. Потому что они изначально выглядят как какие-то хлопушки. И их обязательно нужно будет разбить. Но это настолько интенсивные металлизированные тени, что просто нет слов. И они очень сильно тянутся. То есть, они какие-то еще и слегка кремовые. Из нюансов. Так как это чистый металлик, могут очень сильно подчеркивать текстуру века. Но они слишком красивые, чтобы про них не сказать. И еще одна однушка. Это черные тени от L'Oreal. Очень неплохие. Черные. Матовые. И притом слегка полукремовые даже тени. Пигментация у них достаточно высокая. Они хорошо тушуются. Отлично набираются. И они на удивление практически не пылят. Потому что черные оттенки чаще всего очень супучие. Но здесь из-за того, что текстура такая полукремовая, продукт не сильно подпыливает. Я бы даже сказала вообще практически не пылят. Обратите внимание на эти тени, если вы их еще не пробовали. У меня также есть однушка классический оттенок шампанского. И если честно, мне она не очень сильно нравится. Черный цвет классный. Но вот оттенок шампанского, ну такой, ну слегка не вау. Ничего сверхъестественного. Давайте скажем так. Карандаш от бренда Glam Shop. Это просто нечто. Это гелевый, сильно пигментированный, очень мягкий карандаш. Я забыла про него в прошлом видео, поэтому показываю сейчас. И он очень сильно похож на гелевые карандаши от Lamelle. То есть мне кажется, что это плюс-минус взаимозаменяемые продукты. И по пигменту, и по мягкости, и по всему в принципе. Хорошо держится в ресничном крае. Но если у вас очень сильно слезится глаз, то конечно держаться особо сильно не будет. Потому что слишком он мягкий и слишком кремовый. Обратите внимание вообще в принципе на бренд Glam Shop. Он очень интересный. Лайнер от бренда Mizon. То есть это у нас здесь с вами тоже будет немножко корейской косметики. Очень круто. Сильно пигментированный лайнер, который не расплывается. Из нюансов здесь фетровый кончик. Это единственный минус этого лайнера. Но здесь очень черный оттенок. То есть то, что многие ищут и любят. Туши в этот раз тоже будет не очень много. Буквально три штучки. И одна из которых это новинка 23 года. Но мы начнем пожалуй не с нее. Бренд Art Deco и тушь, которая называется Natural Volume Mascara. Это действительно неплохая объемная тушь. Которая хорошо расстеляет. Даже немножко уплотняет волоски. Она дает легкую подкротку. Но не дает совершенно удлинения. Она не сыпет в течение дня. Не распределяется комками. Но может переноситься и печататься. Особенно если у вас длинные ресницы. Такой вариант возможен. И хуже всего конечно это все будет работать летом. Но тушь сама по себе очень даже ничего. Тушь от L'Oreal Paradise. Вау. Это просто вау. Но у меня именно европейская версия. Щеточка в европейской и СНГшной версии отличаются. И СНГшная версия. Она скорее чуть больше про удлинение и подкрутку. В то время как версия европейская. Дает обалденно крутой объем. Она классно распределяется. Классно разделяет ресницы. И при этом еще их даже как будто бы уплотняет. И при этом еще дополнительно дает и подкрутку. По эффекту она очень сильно похожа на тушь от бренда Rare Beauty. У Rare Beauty точно такая же щеточка. Единственный минус этой туши это то, что она летом печатает. И если у вас откровенно очень длинные ресницы. То она будет у вас печатать. Поэтому этот момент учитывайте. Но эффект просто нечто. Звезда 23 года. Это обновленная версия Telescopic от L'Oreal. Она делает очень крутой эффект на ресницах. Классно их разделяет. Подкручивает. И еще дополнительно удлиняет. Но эта тушь может печатать. То есть если у вас постоянно печатают туши. И у вас очень длинные ресницы. И особенно летом эта тушь будет 100% печатать. Но эффект она дает слишком классный. Чтобы ее не рекомендовать. С глазами мы с вами полностью закончили. А значит переходим к продуктам для губ. И начинаем мы с вами с карандашей. Я в 23 году попробовала карандаши от L'Oreal. И они мне очень сильно понравились. Во-первых классный выбор оттенков. Во-вторых они не сильно пигментированные. Достаточно мягкие. И легко рисуют. И легко переносятся. Единственный нюанс это то, что эти карандаши восковые. А значит их нужно будет наносить на припудренную кожу. Чтобы они оставались у вас в течение дня. И быстро не съелись. Очень сильно понравились. Далее еще будет один карандаш от L'Oreal. Это линейка Edge Perfect. У меня оттенок не овал. Но мне понравилась именно текстура. Это во-первых гелевый карандаш. Сильно пигментированный. Который отлично рисует. Классно цепляется. И это очень мягкая текстура. И так как это гелевый карандаш. Они очень устойчивы. Мой оттенок 637. Очень такой рыженький. Очень тепленький. Но обратите внимание на другие оттенки. Потому что формула просто бомбически классная. И еще один крутой гелевый карандаш. От бренда Art Deco. Это сильно пигментированный гелевый карандаш. Который отлично держится в течение дня. Но у него есть один минус. Если вы его будете наносить полностью на губы. И у вас есть шелушение. Он все подчеркнет. Поэтому его лучше всего использовать. Именно как контурный карандаш. Так как он мягкий. В меру мягкий. Он легко переносится. Легко идет. Очень сильно понравилось. И мне очень нравятся гелевые карандаши от Art Deco. Я в магазине как-то еще подсвочила карандаши для глаз. И это просто нечто. Там есть очень классные оттенки. И это достаточно сильно пигментированные гелевые карандаши. Так, двигаемся дальше. И давайте продолжим пока что с помадами. А потом уже перейдем к блескам для губ. И также к маслу для губ от бренда Низ. Моя звезда, моя любовь 23 года. И самое что смешного, у нас с вами будет 3 помады. 3 формулы помад от бренда L'Oreal. Спасибо Advent Calendar, что я попробовала вот эти классные помады. Это версия Color Rich Ultra Matte. И это оттенок No Doubt. Очень крутые помады. И очень крутая формула. И оттенок у меня очень даже классненький. Он нейтрально-розовый. Летом он на мне был очень светлым. Но для как эффект высветления очень даже подходило. Это сильно пигментированные матовые помады, которые не сушат губы. Которые отлично переносятся. И они без проблем наслаиваются. Они не подчеркивают шелушение и очень красиво смотрятся. Из нюансов они не тинтуют. Это просто обычная кремовая помада в удобной упаковке. Еще одна прикольная формула, которую попробовала. Это Glow Paradise оттенок 191. Это классная бальзамная помада, которая хорошо увлажняет губы. Классно распределяется. Она не сильно пигментированная. Но это хороший вариант взамен на гигиенички. Либо же если вы любите именно бальзамные формулы помад. Можно взять оттенки поярче, поинтенсивнее. И тогда пигментация будет все-таки повыше. У меня оттенок, который немножко такой розовато-красноватый. И мне кажется, что-то такое можно найти у более дорогих брендов. Именно по оттенкам и кстати говоря по текстуре. Очень сильно понравилось. Надо будет посмотреть какие-нибудь другие цвета. Новинка 23 года. У меня под номером 500. И версия Intense Volume Matte. Очень крутая помада. Она дает бархатный финиш. Если сравнивать, что вот эта помада матовая, что вот эта помада матовая. То вот здесь бархатный матовый финиш. А здесь чуть более такой кремовый матовый финиш. И они сами по себе очень сильно отличаются. Ко всему прочему, эта помада еще и немножко тинтует. Очень-очень понравилась. И она особо не сушит губы. Приятная, классная формула. Которая не сходит у вас никакими пятнами. Потому что у L'Oreal также вышла жидкая помада, с которой я совершенно не подружилась. И которую я выкинула. И вот это просто небо и земля. Очень-очень сильно понравилось. И еще одна неплохая помада карандаш от бренда Alverda. Это натуральная косметика магазин DM. Крутая текстура. Это полуматовая помада. Ладно, она скорее все-таки матовая. Которая классно распределяется. Которая сильно пигментированная. Которую можно использовать вместо карандаша даже. И здесь вообще нет никаких нюансов и проблем. Ко всему прочему, она вкусно пахнет конфетками. Очень сильно мне понравилось. И я очень была удивлена качеством этого продукта. И остались у нас с вами блески. Но для начала поговорим про масло для губ от бренда NYX. Это новинка 23-го года. И это просто нечто. Это достаточно сильно пигментированное масло для губ. Вы видите оттенок на губах. Все это выглядит очень сочно. Оно очень комфортное. Оно не сушит губы. Оно достаточно плотное. И оно не растекается со временем. И нету эффекта соплей. Мне очень сильно понравилось. Здесь есть отдушка. И здесь есть вкус. Пахнет и на вкус как варенье. Клубничное. Мне очень сильно понравилось. Если сравнивать это масло, например, с новинкой. Ой боже, как вкусно. С новинкой 23-го года от Essence и от Catrice. То мне все равно NYX нравится больше по консистенции и с точки зрения увлажнения. Потому что увлажняет масло от NYX больше и лучше. И наши с вами блески для губ. Начнем, пожалуй, с бренда, который, к сожалению, уже практически не найти. И он называется Love. Это Lip Maximizer Extreme Volume Gloss. Очень красивый блеск для губ. Да, с плампинг эффектом. Но самое главное, что здесь очень красивые светоотражающие частицы. Блеск не липкий. Хорошо распределяется. Он не утекает со временем. Не растворяет помаду. Он очень комфортный на губах. И не сушит. Очень жаль, что этот бренд уже все. Но до сих пор продаются остатки в некоторых интернет-магазинах. Обратите внимание, если не пробовали продукты от этого бренда. И давайте с вами сразу же поговорим про еще один плампер блеск для губ от бренда Эльф. Тоже хорошая текстура. Не липкий, не растекается. Красиво смотрится поверх помады. И да, это тоже плампер, который вы чувствуете на губах минут 5-10. Плампер от Love где-то чуть меньше работает. Минут 5, наверное. Но здесь мне больше нравится именно эффект блеска на губах. И очень красивое дает сияние. У меня супер нейтральный оттенок Pink Paloma. И его стоит брать исключительно за блеск, а не за оттенок. И очень красивый блеск для губ от бренда NYX. И это лимитка коллаборация The Wings Saga. У меня оттенок Beatrix. Очень красиво смотрится на губах. Здесь блесточки розово-фиолетово-синие. И они очень сильно заметны на губах. Блеск не растворяет помаду. Хорошо держится. Он не липкий, никуда не утекает. И нет, здесь нету плампинг эффекта. Очень сильно понравился именно оттенок. Пахнет вкусно карамелькой. И это был наш с вами последний продукт на сегодня. Напишите пожалуйста в комментариях, какие у вас фавориты 2023 года в категории бюджет. Я надеюсь, это видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, то пожалуйста не забывайте ставить пальчик вверх. Подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам отличного дня, солнечного настроения. И пока, пока.